Вильям Амедов, у него номер, нет, прошлое, нет, это Тимур. Меликесцев, у него номер 12 на спине, заменил номер 4 Сергея Пикалова. Просто он правило нарушил сразу же после начала первого тайма. Давайте тогда сразу о составах играющих команд, чтобы потом не отвлекаться. Жесткий момент был, что хорошо сыграно тем другим футболистам, но хорошо проходит Махин одного-второго. Асистер в итоге сыграл жестко в мяч и выбил тот ваут, того ваута. В воротах автурмейцев, номер 1 Максим Екатерин, второй в защите Романа Кватани, номер 3 Иван Агалаков, номер 4 был, Тимур Пикалов, теперь вместе с Агалаком в центре защиты играет. Номер 5 Дашкин, слева в обороне, номер 12, в следующий раз Тимур Пикалов. В центре поля в обороне, номер 6 Егор Ейбердиев, справа армия суббота номер 7, пытается помогать Ейбердиеву в центре, 8 номер Простантин Марадашвили, на левом фланге, ближе к левому флангу. Играет номер 9 Виталий Хиромкин, номер 10 Галипурь, номер 11 Артур. Немного не так, видимо, неправильно. Расставил футболистов ЦСКА по полю. Ладно, это сейчас не так важно, сейчас важно то, что атака у Спартака была довольно интересная. нарушение правил, нарушение правил, на метроге. Да, в защите теперь Артем Сухан справа играет, а Кватания и Агалаков как раз в центре, играют двух центров Д. Теперь Спартак. Номер 1 в воротах Артем Поплевченков, номер 3 Егор Ильин, капитан команды, вместе с ним номер 27 Максим Аркисов, справа в защите Тургай Махбалиев, номер 19 Антон Волков, номер 23 Дмитрий Митрогов в центре поля, вместе с Русланом Рустамовым, у него номер 17, Сергей Кузнецов справа играет, номер 8, слева Максим Сазонов, 11 и на 3 атаки Длини Лопатин, номер 15, Дмитрий Митрогов у мяча, Рустама, нет, это Ильин, Ильин готовится бить, хорошая губка, штанга, еще один момент, Лопатин, походу этот мяч, Игната бьет, на этот раз точно в руке, вот это да, Ильин зарядил, второй эпизод, в первом тайме у нас был, в конце совсем, ниже на 39, Михаил Игнатов попал, в штангу, после удара из-за пределов штрафной, вот здесь то же самое, еще один момент, еще один выстрел, центрального защитника, капитана команды, снова принимает на себя каркас ворот, в этом плане, СССР уже дважды повезло, с textures. Шень правил, Стана Лопатина, видимо, желтый картик сейчас будет, удар, данный арбитр встречи, Роман Сафьян, ее показывает, первый горчичник, в этом, подстагре, показывает, западка сзади, стороны, Даниила Лопатина, Разыграет быстро, хват не ошибается, Игнатов в корпус ставит, очень здорово проходит и по-моему было сыграно рукой, но нет, недоволен Лопатин, тем что Игнатов не смог пас на него вырезать, но довольно сложно было и так висел на спине, соперник и так сложно было что-то из этой ситуации выдумать, Сазонов крутит-вертит, ага, интересно, интересно было сыграно Игнатовым, но недопоняли его партнер и мяч уходит за лицевую линию поля. С ближним разыгрывает Ватарь Эрмейцев, Рустамов, Актиса бросит мяч Кузнецов, критач получает в эту зону, но до мяча вряд ли сможет добраться, хотя нет, вот в итоге транзитом через защитника ЦСКА мяч к восьмерке Спартака попадает. Сазонов, Рустамов, удар, не так сказать, что было близко к воротам, но и, так сказать, что очень далеко. Я тут заслуживаю внимание, но все-таки, все-таки стоит ждать вот таких выстрелов, как у Игнатова получился в первом тайме, как у Егора Ильина получился в тайме уже втором, когда метр с двадцати мяч после удара Ильина сотряс буквально штангу и ворот красно-синих. И будет чуть удачливее Егор, что-то должен был точно быть открыт. Махбалеев, с Игнатовым играет здорово, хорошая стянка прошла, метрога, мить уже нужно, лопатия на момент удара и еще один железобетонный момент, на этот раз не каркас ворот спас уже, а вратарь армейцев, положение в ней игры, лопатин, лопатин здорово открылся, здорово в принципе и пробил, но смог коленом, за счет своих габаритов, Максим и Дапин смог этот мяч отразить, второй железобетонный момент у гостей во втором тайме, за семь минут они создали примерно столько лет, сколько здесь первый таймер, но здесь Попалиев правило нарушает и очень близко к желтой карточке. мяча Глеб Пурин. 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 нужно выполнять еще один сейф снова едапин тащит на свою команду буквально выполняет такого Игоря Кенфеева в миниатюре если можно так выразиться пусть похож издалека на Сергея Пчугова но играет действительно не хуже ну естественно на относительном уровне не хуже своего коллеги по пусту номер один в армейском клубе в основном об этом речь метрога у мяча на вес набрежный штанг получается и кузнецов бьет не то чтобы выше ворот выше сетки так что аж попал на соседнее поле Сергей попал в ворота нет не попал другие ворота тоже попасть не получил пусть удар получился несколько рэгби интересно получается что у Спартака сейчас три нападающих даже а не один это обычно бывает 4-5-1 Сазонов Кузнецов и ну собственно говоря и нападающий Лопатин Валеев быстренько Сазонов что неправильно видимо мяч катился в этом эпизоде и поэтому нужно переиграть Сазонов на вес кто будет обить пока никто Махин снова Махин Рустам и Рустамов молодец два соперника были рядом но он смог свою ногу буквально как шпагу ткнуть и заработать еще один стандарт активизировался Спартак после перерыва очень и очень сильно митрога навес на весом не получился у него ближнего не перелетел мяч это плохо всегда плохо положения виними игры нет и положения виними игры не было но мяч это стало хочу в любом случае вот защищенец и отскочил вратарёва Махин на левом фланге он оказался бьет Макбалеев блокирует этот удар еще один выстрел и снова блок не блок шутка баскетболь хотя похоже на самом деле что-то баскетбольное такое Сазонов хорошо на Кузнецову Кузнецову оставляет Игнатову Игнатов протыкает мяч Кузнецова снова Игнатов Лопатин момент ну и снова Даппин тащит еще один еще один момент у 15 номера Спартака и никак никак не удается гостям распечатать дворода вратаря ЦСКА улыбайцы даже отсюда из другого противовожного фанга вижу что улыбайцы Олег Корнаухов ну когда вратарь ловит такой кураж то и забить ему конечно тяжело тем более тем более вратарь Игнатов рукам в руку мяч попал Игнатову сближнем пока главный герой встречи за эти 50 минут за эту 50 минуту точно Такой получился диагональный очень хороший пас на Мельквестцева но Волков Кузнецов Волков Рустамов Рустамов в партере буквально мяч себе выгрызал чуть-чуть у меня не вышло Чуть-чуть мне не хватило ему поля чтобы мяч оставить у своей команды Не трогаем перехват Подошву буквально по словам дает но и Волков был не готов к этому эпизоду Трогаем именно так Сможет выпустить этот технический элемент Актиесов на левый фланг Кузнецов Но Кузнецова останавливает Артем Суханов Мельквестцев нарушает правила Волков здесь здорово корпус поставил и не дал Лучшему замену Тимуру Мельквестцеву Прорваться по правому флангу Ошибается снова у Кузнецов не лучший матч он проводит Мягко говоря Глеб Пурин под левую ногу удар Лучший ворот Все эти нецензурные слова и летят Небеса Небеса Не получится Прорваться 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 Нарез Ставит корпус Лопатинова Мяч остается Кузнецова Кузнецова по ляму Он рвется Бьет Но Это Так Для Максима Едапина Который Отразил более Сложные удары Подобный Подобный эпизод Совсем казался Сложным Созонов Не получил Ну не получил Спартаковцев Чуть не хватает Завершающая стадия Здорово Игнатов выгрызает Снова Момент у Лопатина Бьет И 0-1 0-1 Спартак Наконец-таки Забил 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 Сознов Забил Еще Еще Лопатин Наконец-таки Наконец-таки Реализовал свой Эпизод 54 минуты Потребовалось Сделание Красно-черным Который гайд Грессиво-формен Напомню Потребовалось чтобы счет наконец-таки открыть. Что здесь было? А, Плеченков. Плеченков. Получил он травму, за спину держится вратарь. Это всегда очень опасно для голкипера. Желтая карточка. Желтая карточка. Да, команды еще не успели сыграть все свои матчи. Спартак. Пропустил матч с Лукомотивом. И с Динамо. Шублодерби. Игнатов. Игнатов. Сазонов хорошо под себя убирает. Сазонов ставит корпус. Тоже же прострелить. Но в итоге матч заходит от Максима. Жалко. Зацепил. И Дапин и получил желтую карточку. Зацеп. Максим Сазонова. Наконец. По страсти. Забитый мяч. Он очень, я думаю, надломил армейцев. После первого тайма совсем не было похоже, что подобным образом Спартак будет владеть преимуществом в тайме втором. Постоянно создавать одним другим голевые моменты и давить буквально на их половине. Волков. Кузенцов. Снова Леван Свободен. Волков проходит, 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 простреливает. Момент еще один. Лопатин. Лопатин. Зачем снял Стару попасть после удара головой. Санкт-Петербурга. Зачем снял Стару. Зачем снял Стару. Зачем снял Стару. Зачем снял Стару. Чертанова. 6 июня. Прыгал 1-0. И как раз еще 2-0. Спарта, который будет сыгран уже 28 августа. И 24 июня сыграет Динамо. Третьего и пятого тура. Все домашние матчи Спартак выиграл успешно. И единственное матч гостевым, пусть и с самым интересным соперником. Помимо ходоплеки футбольные, в футбольном плане очень и очень важны для Спартака матч. Интересно за все эти 6 матчей. Единственный мяч пропущен как раз дома. Не трогай под этой головой. Это был Игнатов. С чем-то играет Михаил Игнатов. Не еда на азарах. Вроде бы довольно высокий парень, но при этом пластичный. Ноги работают замечательно. Видит он в поле прекрасное. Работает как на чистых мячах, так и мчурается черновой работой. Она ему удается, что самое интересное. Лопатина ускоряется. Проталкивает мяч. Мимо Романа Кватани зарабатывает еще один стандарт. В плане результата все, конечно, похуже. Шестое место. 9 очков, 3 победы и 2 поражения. Поражение дома от Локомотива и дом уже от Динамо по 0-1. Оба матча были проиграны. Снова Митрога. Снова подача. Снова Игнатов. Актицев. Но нанести удар створ в рот не получилось. Мяч высоко подлетел после приема на бедро. И вот такой волейбольный полунавес-полуудар. Не сильно и не точно. И так я старался, 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 старался. Но все-таки вытаскивать в одиночку такой матч, когда соперник создает 1, 2, 3, 4. Глевые моменты очень и очень тяжело. Актицев. Вот и момент. Вот и момент. Тут уже ЦСКА и Артем Поплеченков. Должен же и Варталь Спартакоса в себя применить. На матче не только его полевые игроки, не только Поплеченков. И снова хорош Поплеченков. Кулаком. Здорово. И еще один угол переводит. Футбольный снаряд. Глев Пури навешивает. Мяч проскакивает несколько минут. Актицев. Глев Пури навешивает. Мяч проскакивает несколько минут. Мяска футболистов. А если сейчас пробить, то будет очень опасно. И мяч залетает в ворота Спартака. 1 на 1. 1 на 1. Забил высшую замену Тимур Меликеццев. И все побежали радоваться. Абсолютно все. Он просто получил желткашечку, потому что побежал радоваться. Абсолютно все. Так вот. 1 на 1. Забил теперь ЦСКА. Забил после розыгрыша стандартного положения. И точно не заметил, от кого именно мяч летел. Игнатов. Петрога. Кузнецов. Хороший пас на Игнатов. 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 Под левой ногой бьет Игнатов. Мяч блокируется. Другая Махбалеев. Навес. Хороший навес. Рустамов. Один в ворота вон. И 2-1. Прекрасный пас Махбалеева. Прекрасный пас Махбалеева. И Даппин там начал мешать. Подбегать. Вот так. И посмотрите как быстро у нас все меняется. Но там был кстати до сих пор. Еще цифра 0-1. Горят. В этом результат пока тоже остается. То есть 1-2. Игра раскрылась. По сторонам Терни конечно. Другая Махбалеев. Прекрасную передачу выполнил на Рустамова. И Рустамову ничего не оставалось. Как просто взять и реализовать этот момент. С полулета. Рустамов здорово. На силу пробил. И не оставил. Галки про ЦСКА. Никаких шансов. В этом эпизоде. Егор Лин. Мощно. Интересно за этот мяч. Но все равно. Еще один эпизод. По причинам Калфа за рот выходит. Мяч вперед убивает. Но было положение вне игры. Еще где-то. Мяч Кузнецов. Прокидывает мяч. Прокидывает мяч. Но не вышло. Не вышло. Егор. Поставил. Время. 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 Именно после стажировного положения. Армейцы смогли забить. И сделали это буквально недавно. Гриппулин подает. Еще один момент возникает. И еще снова бьет мяч. Кузнецов. Но это на этот раз. Выше ворот. Даже выше сетки. И в пару машин можно брать. Потом. Придется. Заплатить. Заразбите стекла. Если такие будут. Поплевченков. Пулков. Сазанав. Снова он со Снаховым борется. Две одиннадцатых. Две одиннадцатых номера. Один одиннадцатый номер нарушает правила на другом. Сознав. Сознав. Разбилось. Навратьу. Да. Не трогай. О женщине. Обратение правило. Кузнецов в спину подтохнул своего соперника. И удостовелся это спистка арбитра. Лопатин. Пока один мяч он забил, но обычно стоит от Лопатина ждать и дублей хитрика. Метро, да? Неплохой заброс от Пурина на левую фланг и вытаскивает буквально на линии ворот, уже на линии лицевого поля, Виталий Хирохи, который в первом тайме был куда более заметен, не жалел вторым. Мяч, но всего лишь аут и то в пользу спартаковцев. Игнатов, Кузнецов. Игнатов борется, спиной сыграл. Снова Игнатов, Кузнецов. Мяч не у Краснобелцев. Мяч именно у Минцев. И Бердиев. Хрусталов здорово на перехвате увидел. Игнатов. Перехват. Борьба верховая. Сазонов. Глеб Пурин. Зарушение правил на нем. Это Мастер Солом и Койл. И Бердиев снова. Астагав. Хороший пас за спину. Керонкин. Прострел уже нужно делать. Другой момент возникает. Мяч отскакивает. Кмелькесцеву и уходит на угловой. Еще один опасный эпизод у ворот. Артема Плевченкова. Вводи мяч в дальний угол. И, я думаю, еще мог стать 2-2 в плане себе. Навес. Плевченков здорово. Коваком играет. Аж мяч до центра поля практически залетел. Макбалеев нет. Мамадашвили. Прадашвили по шине. Макбалеев на право фланг. Кузнецов. Здесь стоит за поддержки. Кузнецов сам не будет. Метолога выдвигает за спину. Кузнецов идет в центр. Дает хороший пас. По идее хороший пас. Лопатина. Но не дошла этой передачи. Херонкин. Какой момент-то возникает. Но Киесов быстро на перехвате и Плевченков в подкате пытался оставить этот мяч в поле. Игра у нас все больше выбирает обороты, скорость. Плевченков. Плевченков. На право фланг можно выбрать мяч. Не трога. Не трога. Паса Кузнецова. Хорошо Кузнецову дает открыться. Патрел. У него мяча пролетает Лопатин. Сазонов. Волков. 3-1. Рустамов Дубль. Рустамов Дубль. Пас. Голевой пас от Антона Волкова. Ну, конечно, два пилота, которые выделили. Два мяча, а играть еще 10 минут. Посмотрим, какой в итоге будет счет. За 10 минут можно произойти всего, что угодно. И Спартак может еще забить. И ЦСКА может попробовать тоже. Пларочку взять где-то хопу, отгрузить. Еще сравнять. А психологически будет просто вообще. Парперелет. Из Игнатов. Ох. Не дапян. Кузнецов сбрасывает. Игнатов. Обратно на Кузнецова. Сергей. По-моему, сам пытается. Нет. Игнатову, Игнатов. Хороший пас. Лопатина. Лопатин. Пятка отдают. Ох. И если бы добрался на мяча Рустамов. Красиво у нас мяч. Разыгранный на том платке. Ну, по-моему, он быстро шел. Управлением ворот. И не... Кузнецов мог. Мог. Семена у ЦСКА. Выходит на поле номер 13. Вели Мамедов. Меняет он номер 8. Константина Марадашвили. Марадишвили. Чем-то недоволен. И все-таки старается, старается играть. Красно-синие. Не мешает носу. Доиграет этот матч до конца. И двигатель. Хорошо. Играет. Реально Спартак. Не трога. Ставит корпус. Прокидывает дальше. Хорошо проходят. И еще один момент. 4-1. Не-е-ет. Го-о-о. Ну-о-о. Очень странно. Очень странное решение Лайсмана. По-моему, здесь у него чистый гол из-за спины. У защитника ЦСКА выбежал Лопатин. И очень хорошо увидел Кузнецов этот. Целы партнеры. Лопатин. Убежал за спины. У, по-моему, Агалакова или Кватани. Но это не суть важная. У кого именно. По-моему, защиту был Агалаков. И здорово реализовал еще один эпизод. Ну да ладно. 3-1. Что-то пока сохраняется. Довольно комфортное для Спартака. И у Спартака получается все в атаке. Что самое главное. Я думаю, что еще могут быть эпизоды. Как играет Игнатов на Сазонову. Прекрасный корпус ставит Максим. Бьет. И еще главой. Никак не доволен Лопатин, а. Каждый эпизод. Каждый эпизод нам хочет реализовать. Каждый эпизод для него важен. У нас эти дети уже объяснуются на трибунах. Хорошие все слова. Всем реально нравится этот футбол. Спартак, конечно, он в втором тайме показал. Намного более содержательную игру. И, наверное, заслуживает победы в этом матче на 100%. Спустится Сика, заслужился в гол. Митрога на вес. Лопатин бьет. Удар не сильный. Получилось запустить в угол. Но Игнатин все-таки должен такие мячи забирать. Какие мячи в этом матче вообще тащил. Кузнецов под правую ногу. А вот если увидит, Кузнецов крутит, крутит. На фланге Митрога. И он ждет. Митрога оставил себе мяч и в итоге всего лишь аут. Хотя атаку можно было развивать и развивать еще. Фухав. Игнатов. За футболочку держали. Ну, остался без внимания арбитр этот эпизод. Едапин. Махбалеев. Заброс хороший на Игнатова. Игнатов разворачивается. Лопатина. Поспятки. Ол. Было очень неплохо по мысли Актийцев. И Бердеев. Шведкой. Нет. Ну, и Арктийцев тоже не лучшим образом сыграл. Хотя в итоге мяч остался у Спартака. Значит, все правильно. Сазонов. Сазонов идет, идет, идет. Бьет. Ииии. Ох. Попал бы в угол. Четвертый забил бы. Очень, очень здорово. Сазонов. Еще никому пасы не давать, чтобы все сам сделать. И близко было. К еще одному забитому мячу. Пуриан. Карнауха просит своих баллистов поборитесь хотя бы. Видно, видно, что игроки ЦСКА после уже второго забитого Рустама на мяча, ну, совсем, совсем они пали духом. И поняли, что в этом матче им уже ничего не стоит. А Спартак пошел на кураже. Атаковать. Лопатин. Хороший пас. Митрога. Лопатин. Лопатину можно пробить. Лопатин бьет. Лопатин бьет. Вышеворот. Ну, наконец, завершает прямым переносом. В смысле слова. Этот матч. Спартак. Кирилл Фольбер. Номер 7. Выходит у нас на поле. Меняет он, я так понимаю, Сергей Кузнецов. У Кузнецова номер 8 на футболке. Кузнецов подхамывает на правую ногу. И Дима получил в каком-то из эпизодов повреждения. Ну, и фольмер на 2,5-минутки тоже почувствует этот матч в Узберби. Игнатов. Актицев. Даже в этом эпизоде Актицев смог разобраться и ставить мяч своему партнеру по команде. А фольмер его потерял. Актицев. Лопатин не смог зацепиться. Стационар. Хороший пас на левый фланг. Фольмеру надо догонять этот мяч. Он его догоняет. На вес будет. Хороший навес. Лопатин. Ну-о-о-о. Еще один эпизод был у Даниила Лопатина. Видимо, только один забитый мяч будет щетчет. Актичеслав противен. Они не смогут ещё разобраться. Игнатов. Согласите, целом. Всё это придумали, что надо создать. И реализовать его. Бетисов. Велик Пулин, хороший заброс. Мяч забирает. Валиев. Можно провести итог. Думаю, этот матч у нас не придется. Первый раз решился со счетом 0-0. Было пару опасных, полуопасных эпизодов. И попал самое интересное в штангу. Михаил Игнатов. В начале второго займа попал Егор Лин, а потом Спартак забил. Опасных после приказного паса ухода Игнатова. Стандартов подряд. Ну и потом уже Спартак начал давить. Еще бы не спустил и... Рустамов забил в разном стиле, скажем так. Один момент у него был после приказного паса Тургайма Бралиева из зубиного поля. Второй просто после ворота после паса Антона Волкова. 3-1. Победа Спартака. 2000 года рождения. Всех успелых болельщиков с этой победой. У нас еще впереди 98-й год. Ни куда-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует...